В Астане сегодня продолжился суд над Куандыком Бешимбаевым. Это уже шестой день главного судебного разбирательства по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В самом начале защитники обвиняемого в убийстве обвиняемого Бешимбаева попросили суд приобщить к материалам уголовного дела некий блокнот с написанным в нем от руки письмом или заявлением, как его назвали адвокаты Бешимбаева. Авторы текста утверждают, что автором этого текста, утверждают адвокаты, якобы была сама Нукенова. Так вот, якобы она чуть ли не под расписку, вот в этом документе, вот в этой записке, обещает Бешимбаеву быть примерной женой и дает еще несколько обещаний. Давайте сейчас послушаем отрывки, которые зачитал адвокат Бешимбаева Ерлан Газымжанов. Он пояснил Бешимбаеву, что она ему написала заявление. Заявление именно касаемо вот этих обстоятельств, о том, что она обещает восстановить доверие и так далее. А именно в его блокноте имеется собственноручная запись Нукеновой следующего содержания. Я, Салтанат Нукенова, обещаю восстановить доверие Куандыку, обещаю, что буду доверять, не буду ревновать, обещаю регулярно ходить к психологу, работать над собой, работать над своим доверием. Буду искренне послушной и буду уважать Куандыка, буду любящей и заботливой женой, которая хранит семейный очаг. Не буду материться, не буду вспыхивать. Если такое произойдет, буду с пониманием относиться и буду брать себя в руки, клянусь. Я буду доверять его мнению, верю, что он желает мне добра. Я посмотрела детализацию, и мне стало легче. Мои опасения не оправдались. Я благодарна Куандыку за то, что он дал мне возможность. Может, это было и нелегко, и некрасиво с моей стороны, но по-другому я не могла. И очень-очень благодарна за то, что он мне дал то, что мне важно было. Я, в свою очередь, хочу работать над собой. Я обещаю, что не буду мучиться и мучить его своим подозрением и недоверием. Буду уважать, ценить нашу любовь и отношения ко мне. Обязуюсь заботиться, уважать всегда, поддерживать моего любимого Куандыка. Буду читать намаз вместе с Куандыком. Буду работать над своим сознанием, расти духовно и беречь свой дом и нашу любовь. С помощью Аллаха. Когда-то он нас соединил, и я очень благодарна ему за свою любовь и за своего мужа. Это доказательство опровергает, по мнению защиты, обвинение в части истязания. Один вопрос, прежде чем вы перейдете. Это жена пишет мужу такое обязательство? Об этом как раз в прошлых показаниях сказали. Как это можно понять? Первый раз вижу, чтобы жена писала вот такое мужу. Что это такое? Да, я вот не смотрел сегодня процесс, но на самом деле, да, как-то вызывает вопросы, зачем в такой форме был вот этот документ и для чего защита Бешимбаева его озвучивает. Ну, по-моему, этот документ говорит только о том, что у них какие-то были отношения достаточно сложные. Ну да, это даже не вариант, когда брачный контракт какой-то заключает какие-то условия. Будто бы вот здесь какое-то принуждение к каким-то обещаниям, оно присутствует. И удивительно, зачем защита Бешимбаева озвучивает, как будто бы это вообще не очень хорошо характеризует. Да, в качестве своего какого-то аргумента вот про обратное. Да, ну ладно, двигаемся дальше. Еще есть что разобрать вот в сегодняшнем процессе. Да, ну и про этот блокнот. Суд, кстати, отказался приобщить этот блокнот к материалам дела. Вслед за этим потерпевшая сторона возобновила допрос подсудимого, и адвокаты задали обвиняемому уточняющие вопросы по событиям ночи с 8 до 9 ноября прошлого года в ресторане Бао, когда произошло убийство. Представители потерпевшей стороны пытались выяснить, как подсудимый мог сорвать погибшие очень узкие брюки, которые были на ней в ту ночь, откуда на месте преступления была кровь, а также как туда попал скотч. Предлагаю сейчас послушать еще один фрагмент из этого зала суда, из этого процесса. Скажите, пожалуйста, в соответствии с заключением экспертизы, все телесные повреждения на голове и теле нанесены тупым твердым предметом с ограниченной контактной поверхностью. В таком случае откуда на голове и на теле салтанат, по вашему мнению, образовались данные повреждения? Вы не вводите в заблуждение присяжных. Тупой твердый предмет это и пол может быть, да? И вам любой эксперт это скажет, что тупым твердым предметом можно и пол, если человек падает и бьется об него, то и пол называется тупым твердым предметом. И ни один эксперт ни в одном заключении не написал со стопроцентной вероятностью, что это нанесено обувью и так далее. Более того, в материалах-делах есть экспертиза с моей обуви. Там на ней брали смывы и проверяли, есть ли на моей обуви кровь, частички ее тела и так далее. Ничего подобного там не обнаружено. Подсудимый, скажите, как вы можете объяснить, каким образом образовались эти телесные повреждения только в области головы потерпевшей? Вот вы знаете, я специально после нашего ознакомился внимательно с экспертизой, да? Там эксперт, который делает вывод о 12-13 раз, во-первых, это вот тот же Халим Назаров, это вторая экспертиза, да? Он никак не объясняет на основании чего, как он пришел к таким заключениям, он не расписывает ни методику, ничем он пользовался, да? Он ничего этого не объясняет, просто делает это заключение. Я вам другой вопрос задала. Вы можете объяснить происхождение 14 телесных повреждений, описанных экспертами первоначальными, не Халим Назаровым? Первоначальные эксперты таких заключений не делали? Не войдите, пожалуйста, присяжных в заблуждение. Ознакомьтесь с первой экспертизой. Я ознакомлена. Так в первой экспертизе нет такого заключения экспертов? Ну хорошо, давайте мы огласим еще раз тогда заключение экспертизы. Хорошо, огласите. На листе 35 дополнительного заключения судебно-медицинской экспертизы от 3 января эксперты ссылаются на... Вот вы сами ответили на свой вопрос, вы ссылаетесь на вторую экспертизу дополнительно. Вы меня дослушайте, пожалуйста. Они ссылаются на те наружные и внутренние телесные повреждения, которые были описаны в ходе проведения экспертизы в ноябре 2023 года экспертами ИСЭ города Астана. Но эксперты ИСЭ города Астана не делают такого вывода, который... Вы можете... Я отвечаю на ваш вопрос. Вы мне дадите на него ответить или нет? Я задала вопрос по-другому. Я отвечаю так, как я могу ответить. Вы просили, поясните, я поясняю. Дайте мне пояснить до конца. Или вы хотите просто перебивать? Вы отвечаете мне по существу вопрос. Я отвечаю так, как я его понимаю. Как вы можете объяснить эти образования? Вот так я объясняю, так и могу. Выслушайте меня до конца. Как я... Вы можете ответить подсудимому, раз задали вопрос. Я еще раз говорю, вы ссылаетесь на вторую экспертизу. Вы сами ее называете дополнительной. Там Халим Назаров приходит таким выводом, никак не объясняя. Просто делай отсылку. Это первое. А во-вторых, на самом деле, я уже давал в своих показаниях, да, что она неоднократно падала, неоднократно билась головой о пол. Вот и я не отрицаю того, что я наносил ей там побои, да, и это видно на видео. Вот так это объясняется. Но вывод, который делает эксперт Халим Назаров, сомнительный сам по себе, потому что он ничем не подтверждается, не объясняется. И он ни на что не ссылается, кроме как общей отсылки к первой экспертизе. Подсудимый, вот скажите, вот вы говорите, да, что она падала, ударялась лицом о пол, при этом вот, ну, как вы, я зацитирую, да, руки не выставляла в целях защиты вперед. Ударялась об унитаз, но вот у нее обнаружено телесное повреждение на волосистой части головы в теменной области слева, припухлость, а это гематома, размером 8 на 6 сантиметров. Скажите, она что, вот теменная область, это вот, да, если вы понимаете, она вниз головой по прямой траектории упала, что ли? Вы знаете, я же не все время с ней находился, да. Я все их, вот вы мне в прошлый раз этот вопрос задавали, я не знал, как на него ответить. Там были периоды, когда мы не находились вместе, когда я вышел, она оставалась в туалете сама. Я пошел, вот я, когда вернулся, туалет был закрыт, оттуда раздавались стуки. Я не знаю, как она могла, она могла их там получить. Когда она уже упала об унитаз, я говорил, что полчаса я находился в другой комнате, в ВИП-зале, она там находилась одна. Может быть, она пыталась встать, может быть, она каким-то другим образом ударилась, я не знаю, ударилась. Достаточно подсудимый. Я не могу этого объяснить, да, но я не был там все время. Подсудимый, вы меня слышите, вы уже повторяетесь неоднократно. Достаточно. Подсудимый, сообщите, пожалуйста, суду. Вот сейчас вы давали показания и сказали, что в 13.30 проснулись и заметили набухание телесных повреждений на лице. Цитата. В соответствии с материалами уголовного дела Байжанов позвонил в скорую в 19.55. Заметьте, пожалуйста, в 13.30 вас настораживают телесные повреждения на лице, набухание. И только в 19.55, спустя 5,5 часов вы звоните в скорую помощь. Даже не вы, ваш брат. Скажите, пожалуйста, почему такой большой временной промежуток между вашей настороженностью, как вы говорите, состоянием, салтанат, и звонком в скорую помощь. Если вы действительно насторожены в 13.30, то почему 5,5 часов вы не подпускали к ней квалифицированную медицинскую помощь? Я уже говорил о том, что утром я звонил, если видишь, я сказал, вечером. Сейчас она пьяна, она устала. Вечером она проснется и все нормально будет. Представьте. Так, вопросы присяжного заседателя. Первый вопрос. Нашли ли одежду потерпевшей, была ли она в крови? Подсудим, отвечайте на вопросы присяжного заседателя. Одежда потерпевшей была в крови? Я не могу судить, я видел тут. Ну, штаны утром я видел, я их подобрал. Остальную одежду я не видел просто, она в машине осталась. Так, почему не поставили условие салтанат, что если будет выпивать, то с ней расстанетесь? Вот я объяснял присяжным. Следующий, дальше продолжение вопроса. Разрешите мне ответить? Продолжение этого вопроса еще не закончило. Может, Бешимбаеву было удобно, чтобы она выпивала? Смысл был в том, что мы уже расставались несколько раз. Я говорил, в июле, потом 27 сентября мы разъехались. И только 20, 17, 18 опять помирились, октября. Каждый раз она говорила, я все поняла, я буду держать себя в руках, больше не буду уходить. Я буду заниматься с психологом, я буду держать себя в руках. То, что в заметках она писала, то, что хоть суд и не приобщил это материал, в своем письме мне она это написала. Но потом, почему в тот день я не хотел ее отпускать? Она уходила. Я всегда на это смотрел, ну ладно, как я? Все, вы уже об этом рассказывали. Следующий вопрос. Есть ли у вас документальное подтверждение наличия психических болезней у салтанат? Документальных подтверждений, естественно, нет. Есть ли документальное подтверждение наличия алкогольной зависимости салтанат? Кроме ваших слов, кто может подтвердить? Ну, все, кто ее знал, знал, что она злоупотребляла алкоголем. Просто, может быть, они не будут это говорить, но... По вашим словам, все эпизоды ссор инициированы салтанатом. Скажите, как одно из сторон отношений? Вами никогда не инициировались ссоры? Например, по оскорблению вашего достоинства? И что, вы идеальный человек, что ли? Нет, когда она меня оскорбляла, да, у нас возникали ссоры. Но они не переходили в рукоприкладство. Вот только вот эти два случая, которые я описал. Вот 9 марта и 20 октября. Ну и вот третий. Но в остальных случаях как-то нам... Ну, вот я говорил же, что либо я таблетку ей давал успокоительную, либо она ложилась спать и засыпала там на 24-36 часов. Следующий вопрос. Был ли он инициатором подсудимой завершения личной карьеры салтанатой? Почему? Ну, даже в заметках вы убедились, что она сама пишет. Я решила с астрологией меньше заниматься. Я никогда не запрещал ей заниматься работой. Как ваша мать относилась к салтанатой, вашему гражданскому браку? В целом, изначально всегда хорошо. И потом, ну, дома ей никто никогда ничего не говорил. Я, наоборот, родителей говорил, не вмешивайтесь. Хорошее положительное отношение было. И у нее к ней, и у мамы к ней. Ну, конечно, мама была свидетелем наших каких-то ссор, особенно в Чемкенте. И все это ее озадачивало. Она мне часто говорила о том, что у нее свои беспокойства есть на этот счет. Почему ваше выступление в суде можно считать правдой, а не считать измышлениями, выдуманными вами за пять месяцев для обеспечения собственного оправдания? Вот только что защитник потерпевшей стороны зачитывал с бумаги Ишмамбетов, по-моему, фамилии, вот, защитника. Вот прямо после задержания у меня берут показания. У меня нет ни адвоката, у меня нет времени там что-то продумать. Я в таком... То, что я говорю там, не отличается от того, что я говорю здесь. Вы рассказывали, Салтанат, о причинах ваших двух разводов. Да, рассказывал. Кроме таблеток от Аракс и похода к психологу за 15 тысяч долларов, какую моральную поддержку вы оказали с Салтанат с декабря 2022 года, если видели какие-то проблемы? Я хочу просто пояснить про эти 15 тысяч долларов. Это не один поход. У меня договоренность с психологом была такая, что раз в полгода я с ней рассчитываюсь. И это накапливалось. Я же говорю, что у меня с ней взаимоотношения несколько лет уже длились. Поэтому она мне доверяла. И вот накапливая, она потом выставляла мне через полгода какой-то счет. Поэтому это не разовая сумма. Это вот накопленная за какой-то период, за полгода. А второй вопрос какой был? Моральную поддержку. Я постоянно с ней разговаривал. Постоянно. Я постоянно говорил, Салтанат, объясни мне, в чем дело? Ну что вот. И я ей часто говорил, может, ты по-другому видишь брак? Может быть, у тебя какое-то другое представление о взаимоотношениях мужа и жены? Я прошу замечания сделать подсудимого. Это уже вообще все рамки переходят. И приличие, и этикеты, и дозвольного. Я просто говорил, что может быть, у тебя другое понимание? Может, ты по-другому видишь взаимоотношения? Можно завершить, Ваша честь? Я вот просто хочу это сказать. Но она меня убеждала, что нет. Вот я вижу это так же, как и ты. У меня традиционное понимание. Мужчина, глава, женщина обеспечивает домашний уют. Но на деле получалось по-другому. Так, вы говорите, что любили Салтанат. Что такое любовь в вашем понимании? Финансовое обеспечение, покупка вещей, оплата отдыха, устройство быта? Для меня любовь — это, ну, забота о человеке. В том числе и материальная, и психологическая, и душевная. Безусловно, это... Я рассказывал в своих показаниях. Мне очень нравилось, и всегда хотелось видеть ее улыбающейся. И делать все, чтобы она вот... Просто была радостная. Какое-то ее любое желание. Я никогда не забывал. Вот она в своих... Даже заметках пишет. Ты все для меня делаешь. Она где-то что-то скажет, даже не мне. Я всегда это запоминал, а потом через какое-то время это исполнял. Она удивлялась. Как ты помнишь? Я говорю, все, что для тебя важно, важно для меня. Хорошо. Почему не прервали отношения, раз испытывали непонимание, недоверие, как рассказывали ранее в показаниях? Раз не могли принять Салтанат, как она есть, и могли помочь ей себе и вашему отношению, а почему не прервали отношения? Нет, вот именно такой, какая она есть, я ее и принял, и любил такой, какая она есть. Я очень надеялся, что она тоже справится со своими тревогами. И вот эти тревоги, тревожные состояния, они были связаны... Ну, корни их, они уходили далеко в прошлое. Просто я надеялся, что она как-то возьмется, и ведь она тоже меня любила, и тоже возвращалась всегда. И я ее любил. Так, следующий вопрос. Были ли у подсудимого в предыдущих браках случаи насилия? Ну, вот я в своем втором браке прожил 14 лет. Может быть, в самом начале, да, у нас были какие-то ссоры. Но там мы сразу договорились, что если что-то начинало происходить такое, вот в самом начале нашего, моего второго брака, я просто уходил. То есть вот только у нас начинают ссоры, я говорю, давай я лучше пойду, не будем ссориться, остынем и вернемся. Но в случае с Алтнадой я не мог так поступить. Я уходил, тогда уходила она. Вот я один раз, я рассказывал, первый раз она ушла 30 января 2023 года. Вот что-то у нас начинало затеваться, я говорю, слушай, давай я пойду лучше, не будем ссориться, я ушел. А впоследствии она часов 12, она просто из дома убежала, побежала к брату. И когда я, если... Это было невозможно так, да, я вот хотел уходить, но я из этого сделал вывод, что если я уйду, она все бросает и убегает. Так, и, не знаю, заметки или это, вопросы. Сторона защиты почти не препятствовала предоставлению материала в дело, а у стороны обвинения почти на все доводы и ходатайства вызывается протест. Каждый имеет право защищаться в суде, а сторона обвинения нарушает закон. Были ли у подсудимого... Вот вопрос. Сторона обвинения тоже говорила о том, что не касается дела, но не дают высказаться обвиняемой стороне защиты. Это записки, поступившие от присяжных заседателей. Как будто бы дали высказаться. Да. Такое ощущение. Да, ну и о том, как прошел сегодняшний процесс, давайте сейчас поговорим с нашей коллегой, журналистом Малтын Шаш-Смогуловой. Она весь день провела в столичном суде, и у нее много подробностей. Да, и, кажется, она же замерзла, кажется. Замерзла, да. Привет, Алтына. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, расскажи, пожалуйста, какие у тебя в целом впечатления от сегодняшнего процесса? Правда ли, что Бешимбаев был, ну вот сегодня более раздраженным, чем на предыдущих заседаниях? Как это тебе показалось? Коллеге мне не показалось, что он был раздраженным. На мой взгляд, он был спокойный, вот в своей привычной такой монотонной манере отвечал на вопросы. Единственное то, что сегодня был все-таки его допрос, он шел более-менее динамично, ему задавали четкие вопросы, и просто Бешимбаеву не давали той возможности высказывать свои измышления, рассуждать, рассказывать вот эти предыстории, как было до этого. И, возможно, вот в этой части он немного нервничал. Но так, в принципе, в своей монотонной манере он некоторые вещи очень подробно продолжал рассказывать. Вот. А сегодняшний процесс, вот, кстати, это тоже будет замечание, наверное, которое пришло от присяжных, что стороне защиты якобы не давали высказаться. Сегодняшний вообще судебный процесс должен был начаться с допроса самого Бешимбаева. Затем судья огласила то, что сегодня планируется допросить сестру, подругу Салтанатну Кеновой, врача скорой помощи, который приехал на вызов полицейского, который, собственно, задерживал Куандыка Бешимбаева, эксперта, который проводил комплексную экспертизу, а также администратора БАУ и мужчину, который ввел там малярные работы. Но после этого защита Бешимбаева начали заявлять многочисленные ходатайства о том, что надо бы допросить еще и фельдшера скорой помощи, надо бы привезти еще и второго полицейского. То есть я лично засекла то, что на эти ходатайства ушло 45 минут. И в какой-то момент потерпевшая сторона даже высказала такое мнение, что, на их взгляд, адвокаты Бешимбаева просто не дают его допросить, а тянут время. Ну, в целом, 45 минут мы потратили, но ни одной из ходатайств, заявленных адвокатами Бешимбаева, судья не удовлетворила. Вот сегодня, кстати, да, как мы слушали ранее, звучали вопросы от присяжных. На что я бы хотела обратить внимание, то, что они спрашивали, был, есть ли у Бешимбаева документальное подтверждение тому, что у Салтана Атнукеновой были какие-то проблемы с психикой, а также она страдала алкогольной зависимостью, на что Бешимбаев ответил, что таких документов у него нет. То есть это, опять-таки, некие его измышления, получается. Вот. А можно вот еще подробнее про блокнот? Да, можно подробнее про блокнот? Я просто тут немножко задумался, что у нас, по-моему, есть видео, где он говорит, что вину не признает, но причинял вред, но мы его чуть, наверное, попозже дадим. Да, сейчас поговорим о блокноте. Вот подробнее про блокнот, про который сегодня говорили, откуда он вдруг появился и почему его не приобщили к материалам дела. Что это за блокнот такой и что о нем говорили в зале суда? Ну, вообще, если честно, вопросы задавали, откуда взялся этот блокнот, но это осталось, по-моему, некой загадкой. Вообще есть такая предыстория, что в день рождения Салтанат, это было в прошлом году, в мае, между супругами вспыхнула ссора, якобы, как рассказывает адвокат Бешимбаева, из-за того, что Салтанат требовала у Бешимбаева предоставить ей детализацию звонков с его телефона. Вот они поругались на этой почве, после чего Бешимбаев якобы предоставил ей эту детализацию. Салтанат успокоилась и собственноручно написала вот эту вот расписку, что обязуется быть послушной, покорной, любящей, неревнивой женой. Вот. Адвокаты не объяснили, почему эта расписка не была приобщена к материалам дела, но они утверждают, что можно провести почерковеческую экспертизу и приобщить эту расписку. Вот. Ну, как бы, как будто бы они надеялись, что это даст некую характеристику Салтанат Нукенова о её, может быть, нестабильном поведении. Ну, кстати, потерпевшая сторона тоже задалась вопросом, откуда взялась эта расписка. Ответили, что всё это время блокнот с этой распиской лежал дома у матери Куандыка Бешимбаева. И о нём попросту забыли. И потерпевшая сторона, кстати, была не против, чтобы эту расписку приобщили к делу, так как, по их мнению, эта расписка, наоборот, свидетельствует о том, что в семье всё-таки были некие абьюзивные отношения со стороны Бешимбаева. И вообще странности этой расписки удивилась даже судья. Да, да. Впрочем, это ходатайство, она отклонила, и она, эта расписка не будет приобщена к материалам дела. Да, ну, наверное, зря не будет приобщена, потому что мы об этом говорили сейчас в студии и до прямого эфира, что как будто бы эта записка свидетельствует как раз о некоем давлении и такой болезненной зависимости Салтаната Нукеновой от Бешимбаева. Ну, явно характер... Как будто бы нерадостно и по доброй воле. Да, характер этой записки говорит об этом. Сейчас мы давайте с режиссёров, ребят, попросим поставить вот эту шумовую вставку, вот этот фрагмент о том, где... То есть, в котором Бешимбаев, да, говорит о том, что... Комментирует о том, что он действительно причинял какой-то вред. Да, избивал, но не исчезал. Да. Здесь... Так, подсудимый усудал к вам несколько вопросов. При выяснении позиции в ходе главного судебного разбирательства после предъявления обвинения... После предъявления обвинения позицию вы указали, что вину не признаёте полностью. Сейчас, после допроса сторонами, стороной обвинения, стороной защиты потерпевшими, подсудимый уточнить ещё раз свою позицию. По эпизоду истязания до настоящего времени позиция у вас не изменилась? Я не признаю вину, я никогда не истязался. Вот она в том виде... Так, по второму эпизоду, по эпизоду убийства, несмотря на то, что в зале судебного заседания была просмотрена запись, несмотря на то, что были уже часть материалов дела исследованы, допрошены часть свидетелей. Позиция у вас остаётся такая же? Я виноват. Я всегда... Я вот и на этой... Разрешите мне чуть расширенно ответить в вашу честь? Потому что это вот... Я виноват в том, что в её смерти. Я чувствую это чувство вины. Я хочу сказать, что я... Если бы я задумывал... Подсудимый, одну минуту. Уже вот на протяжении трёх заседаний я вот слушаю, как вы вот это всё рассказываете с эмоциями, со всеми подробностями. Уже больше, знаете, повторения нет необходимости. Уточните конкретно свою позицию. Я поставила прямой вопрос. Вину по предъявленному обвинению в совершении убийства, особо тяжкого... Убийства с особой жестокостью признаёте или нет? И в какой части, если признаёте, и если нет, то дальше уже позиция? Я не признаю вину в умышленном убийстве с особой жестокостью. Но в том, что в её смерти есть моя вина. Я в этом... Я это признаю. Мои действия причинили... Вызвали её смерть, причинили её смерть. Я глубоко раскаиваюсь, испытываю чувство вины, и поэтому я... Но чтобы я хотел её убить умышленно, с особой жестокостью, не знаю, истязал её, ну это просто... Ну вообще, я не могу с этим согласиться. Это никак не... да, побил, да, нанёс побои, но не с целью причинить ей смерть. И вообще не думал, что вот, ну, такие последствия будут. Как понять, не с целью причинить смерть, если вы наносите такие удары со значительной силой в жизненно важный орган, голову? Уважаемый суд, позвольте мне обратить внимание суда присяжных о том, что... Защитник, вопросы к подсудимому не завершились. Я в порядке УПК имею право возразить на действие председательства ещё. Позвольте мне высказать возражение. После того, как подсудимый ответит, потом суд предоставит вам возражение. По вашему вопросу, чтобы по горячим... Прошу садиться. Как подсудимый ответит, потом высказайте свои возражения. Прошу, подсудимый. Я наносил её удары по лицу, я признаю, нанёс побой. Но у меня не было мыслей... Я не считал, что вот пощёчина или может причинить смерть. Я вот... Просто... Вообще не было такой мысли у меня, что в результате этого она может... У неё может произойти черепно-мозговая травма и так далее. Вы видели на этом видео даже ваша честь, что вот она падает, стоит у моих ног. Я не наношу и удары ногами. Лежит, упал у моих ног. Я не наношу и удары ногами. А вы уже это рассказывали неоднократно. Позиция понятна. Прошу садиться. Алтаншаш, вы что-то не договорили? Да, мы ушли на вот этот фрагмент из зала суда? Да, я как раз хотела пояснить, в принципе, это и прозвучало у судьи, не изменились ли показания, вообще позиция Бешимбаева после проведенного допроса. Ну, собственно, вы все слышали сами. У нас еще пара вопросов есть, да? Да. А скажи, сегодня вот, ну, ты уже перечислила тех, кого планировали список, да, опросить и допросить. Кого успели допросить? Мы видели, что сестра была. Что важного они рассказали? Вот что ты заметила? Сестра, это двоюродная сестра Салтанат Нукеновой, Айнур Нукенова. Она рассказала о том, что с Салтанат у нее были достаточно близкие отношения, о том, что познакомилась с Бешимбаевым, Салтанат ей рассказала. Ну, когда Айнур услышала про такую неоднозначную биографию Бешимбаева, она была против этих отношений. Затем она рассказывает, что Салтанат просто исчезла, и через какое-то время она уже узнала, что Салтанат сделали предложение. И там был такой интересный момент, то, что сестра работает оформителем, она помогала в оформлении, об этом ее, кстати, попросил сам Бешимбаев, помогала в оформлении торжества на Кудалык. Якобы все были довольны, но через какое-то время ей поступил звонок в час ночи, когда раздраженный Бешимбаев ей позвонил и предъявлял ей претензии о том, почему зал был украшен не искусственными цветами, а живыми. И вот после этого она говорит, что Салтанат общение стало крайне редко, если она писала даже банальный вопрос там «как дела?», а Салтанат отвечала, просила ей не писать и боялась, что Куандык может, Куандык Бешимбаев может прочитать эту переписку. Затем уже она рассказывает, что они были на дне рождения, Салтанат, куда их пригласили вместе с супругом, но в то время, когда она туда пришла, подруги Салтанат, Нукеновой сообщили, что Салтанат не придет, так как у нее возник некий конфликт с Бешимбаевым. Но через какое-то время они все-таки пришли, она говорит, что Салтанат была заплаканная и была одета во все черное и в рубашку с длинным рукавом. То есть, вопрос, скрывала ли она побои или нет, но на это Айнур Нукенова ответить не смогла. Она заявила, что раньше Салтанат никогда так не одевалась. Еще на WhatsApp Салтанат отправляла ей свою ногу в гипсе и уже потом по приезду она сообщила, что эту травму ноги она получила в ходе ссоры с Бешимбаевым и об этой ссоре были в курсе даже родители. И вот то, что она, собственно, намеревалась уйти от Куандыка Бешимбаева. Допросили сегодня еще и врача скорой помощи. Он сообщил о том, что вызов в диспетчерскую поступил в 19.55. До места происшествия они доехали за 8 минут. Встретил там бригаду скорой помощи Бахаджан Байжанов. Он проводил, собственно, в эту ВИП-кабинку. Вот. Мужчина рассказывает врач, что Бешимбаев и Байжанов о чем-то переговаривались, но он попросил их выйти в коридор, потому что они попросту мешали. Они вышли, и он начал проводить реанимационные мероприятия, но, как бы, было уже поздно, помочь они ничем не смогли. Но вот я предлагаю послушать, собственно, что он рассказывал, в каком состоянии была Салтанат, когда он зашел вот в ресторан БАО, в эту ВИП-кабинку. Соходим в ВИП-зал, лежа на диване, женщина, без одежды, накрытая одеялой. И сразу же приступили к осмотру, приступили, уложили на пол, сразу начали реанимационные мероприятия. К этому времени двое мужчин разговаривали, и я попросил их, чтобы они не мешали выйти. Это было Песенбаев и Баджанов. Они вышли, но мы начали сразу видеть реанимацию. Я сам попросил помощника подключить аппаратуру, монитор корпус 3. К этому времени обнаружено, пациент был без сознания, пульс отсутствовал, магистрирование сосудов тоже, дыхание и сердцебиение отсутствовал, кожан покров были холодные, бледные, зрачки были расщелены, симптомы белоглаза положительные. Опишите, какие-либо телесные повреждения на ней были? Поподробнее. Видимые телесные повреждения это гематомы лица, носа, обоев подбородок, потом ссадины. Поподробнее, как подбородок вы сказали? Обоев подбородок и параорбитальный обзор гематомы это укладывание значительной области. Если простыми словами, то синяк? Синяк. Ну, это гематома это накопление крови считается под кожу. Потом ссадина была, гематома таза и голени была с правой стороны. Потом мониторами сразу это корпус 3 подключили и там была систолия. Это полное прекращение сердечной деятельности. зафиксировали, вытешили ГКГ. Отправляла ли вам с Алтанат фотографии какие-либо? Ну, где-то в июне месяце, мы же периодически переписывались, она мне скинула фотографию, где у нее была поломан палец на ноге. Я говорю, а что такое, что случилось? Она говорит, вот мы в Шемкенте нечаянно ударились. А позже уже где-то 15 июля по-моему, я уже так по переписке смотрела, она приехала в Астану. Вечером она мне позвонила где-то в районе 8-9 часов. Давай встретимся. Я, говорит, прилетела с Алматы. Я говорю, хорошо, давай приезжай. Мы с ней встретились, и вот тогда на тот момент она мне рассказала, что у них произошла ссора в результате которой нанесены вот эти травмы были. Это было в городе Шемкент, и это было при родителях Куандыка. Я еще на тот момент была уделена, почему родители были в курсе и не остерегли, что ли, или как, я не знаю, отправили их в Алмату, там в Алматы и дальше это все продолжилось, как я поняла. Алтыншаш, скажите, с кем-то удалось поговорить после суда, после заседания? Какие впечатления вообще участников процесса были сегодня? Ну, вы знаете, впечатления, сегодня еще слушали аудиозапись, когда Байжанов звонил в скорую помощь, разговаривал с бизнес-диспетчером, в общем, пояснил, что Султанат Нукенова не дышит и ему объясняли, как проводить реанимационные мероприятия и как бы там диспетчер считает, Байжана с Бешимбаевом видимо что-то делает и в какой-то момент там слышны, как будто бы как Бешимбаев плачет. Но потом, кстати, еще был допрошен полицейский, который первым прибыл на место происшествия, который задерживал Бешимбаева, собственно, и было опубликовано видео с его жетона. И вот на этом видео Бешимбаев выглядит вполне себе, как бы хотелось бы воздержаться от оценочных суждений, но он выглядит там спокойным и вполне себе адекватно рассказывает о том, что да, между нами произошла ссора, я ее бил, но дает признательные показания и достаточно как бы в спокойной форме. И вот на это, кстати, и обратила также внимание адвокат потерпевшая Жанна Разбахова. С ней мы, кстати, и нам удалось поговорить после процесса и задать вот этот вот интересующий вопрос о сегодняшнем процессе, какие у нее впечатления остались. Давайте послушаем вот фрагмент ее небольшого интервью. По поводу видео тоже там вопрос, то есть там действительно мы видим то, что вначале как будто Большимбаев плачет, пытается чем-то помочь, а после, когда приезжает полиция, он как-то резко собирается и уже в таком нормальном адекватном состоянии дает показания. Я не видела, чтобы он хоть где-то плакал, я не считаю, чтобы он плакал и так далее. Более того, мы как сторона обвинения, как семья потерпевшей стороны настаиваем на то, что и звонок в скорую помощь, и дальнейшего действия это игра на публику для того, чтобы он все спланировал заранее. Вы же сами видели, были свидетелями, мы оглашали переписку его со вторым подсудимым, как они уничтожали поэтапно записи, отправляли телефон, записи удаляли, персонал распускали. Поэтому, на наш взгляд, это его линия защиты и в принципе, на видео, он же ведь не знал, что у всех полицейских жетон и все это фиксируется. На видео он абсолютно спокоен, я сейчас обратила на это внимание присяжных, он абсолютно спокойно своим монотонным голосом разговаривает, делает какие-то повествования, о чем-то рассказывает и никакого волнения, чувства тревоги по поводу того, что твоя жена умерла только что, как он говорит, этого нет. Никакого волнения, никакой тревоги, абсолютно спокойно. То есть, он говорит, что он потерял близкого человека, абсолютно при этом холоднокровен. Дается спокойно пояснение, показания. Поэтому, я считаю, что это все и звонок в скорую помощь, и дальнейшего действия это вот все срежиссировано было им самим. Это версия нас, то есть, версия обвинения. Повествование, свободный рассказ идет на жетоны полицейских, и там полицейские меня спрашивают, что случилось, и он же конкретно отвечает на вопрос, что да, мы дрались, я ее бил, и она упала. То есть, он сам прямо говорит, что он ее бил, после этого были падения. Однако, в ходе судебного следствия он уже дает другие показания, о том, что она якобы сама произвольно падала, рикошетила, об унитаз, потом об пол, как будто бы это не о живом человеке, а о каком-то мяч, как будто. Для нас это было цинично для семьи. И вы сами видите, что родители больше не участвуют в судебных заседаниях, потому что они были госпитализированы после просмотра первых видео, после того, как протокол осмотра места происшествия был оглашен, и присяжным были показаны фотографии тела, потому что родители не видели ранить фотографии. После этого их госпитализировали и отца и мать. Они сейчас не в очень хорошем положении находятся, поэтому они сейчас на судебные заседания не ходят. Поэтому то, как он рассказывает, с каким цинизмом, хладнокровием он рассказывает о том, что она якобы падала, билась, то об унитаз, то об стены, то какие-то тупые предметы у него все время. Виноваты все стены, унитазы, полы, но только не он. Поэтому мы остаемся на... настаиваем на версии обвинения. Поэтому мы считаем, что это было циничное убийство. Ясновидящий вопрос, да, там, как бы, ну, у нее такое значительное вообще в том, что случилось. Как вы считаете, ее следует допросить вот в этом суде? В рамках судебного расследования органам следствия ясновидящая была установлена и допрошена. А в суд ее будут приглашать, пока не ясновидящая? Она есть в списке обвинения. Да, Алтыншаш, как раз хотел задать вопрос по поводу вот этой ясновидящей, про которую много говорят. Появится ли она в зале суда? Ну, вот мы и услышали комментарии адвоката Жанны Уразбаховой. Спасибо, Алтын. Напомним, наша съемочная группа следит за процессом по делу Бешимбаева с самого начала. На этой неделе в Астане работает наш корреспондент Алтыншаш Смагулова. Всю неделю Алтын и завтра тоже будет рассказывать нам подробности из зала суда. Надо сказать, что большой интерес к этому делу проявляют сегодня не только жители Казахстана. Мы видели, что в комментариях к нашему стриму пишут зрители из других стран. Спасибо, Алтыншаш. До завтра. Да. Да. Ну, попрощалась с нами Алтыншаш. Да. Ну, в общем, на этих выходных казахстанцы в Италии и Германии вышли на демонстрации против убийства женщин и против семейно-бытового насилия. Вот у нас есть видео. Давайте посмотрим, как это было. Да! Закон за Залтанат! Закон за Залтанат! Дело не в одежде, не во времени и не в месте. Дело в самих мужчинах. Закон за Залтанат! Закон за Залтанат! Закон за Залтанат! В целом, и за справедливый приговор в деле по убийству Салтанат Нукеновой в частности, а также в поддержку так называемого Закона Салтанат! Именно так, Айдбекам Ангельды, брат погибшей, многие публичные люди, пока неофициально окрестили законопроект, предполагающий криминализацию семейно-бытового насилия. Вот того самого закона. О реакции казахстанцев, живущих за рубежом, а также о том, какое влияние этот громкий процесс и его публичность оказывают на казахстанское общество и самое главное, на мужскую его половину, мы сейчас поговорим с Нуркеном Хаутбергеном, специалистом по коммуникациям. Нуркен, добрый вечер! Спасибо, что дождались. Добрый вечер! Спасибо, что приняли наше приглашение. Вот о том, что сейчас все следят за судом над Бешимбаевым, ну понятно, почему это люди делают. А почему, на ваш взгляд, важно следить за этой историей? Главное, чему она может научить нас всех? Ну, во-первых, это очень важно, потому что общество должно видеть, какое наказание понесёт преступник. Это важно в первую очередь для тех женщин, детей, кто сейчас, на данный момент, может выступать объектом бытового насилия, потому что они не должны молчать, они должны об этом говорить. И общественность в целом должна учиться, что этому злу нужно противостоять и нельзя замалчивать эту проблему, нельзя к этому относиться как к чему-то такому бытовому, на что можно было бы закрывать глаза. Нуркен, вот по нашим наблюдениям очень много, в том числе, мужчин смотрят процессы и обсуждают его. И тут тоже мнения разделились. С одной стороны, есть мнение, что мужчинам важно смотреть на это, чтобы смотреть этот процесс, прямую трансляцию, чтобы со стороны оценить, понять, как выглядят союзы, где абьюз как бы не всегда очевиден как жертве, так и агрессору, и к чему это может привести. С другой стороны, извините, с другой стороны, говорят о том, что ну как бы не мужское это дело смотреть онлайн-трансляцию вот такого суда, это я цитирую, когда суд превращается уже в такое шоу. Вот вы по этому поводу что думаете? Мужчинам нужно разбираться в этом деле и внимательно следить за процессом над Бешимбаевым? Ну давайте будем честными на 100%, где еще мужчины могут увидеть или получить информацию о такого рода преступлениях и вообще информацию образовательного характера о абьюзивном поведении, о бытовом насилии и так далее. Для многих этот процесс, он по сути стал таким, знаете, для многих открылись глаза и те вещи, которые ранее считались какими-то ну само собой разумеющимися, вдруг приобрели криминальную окраску, вдруг приобрели что называется уголовную природу. Ударить женщину, повысить голос, замахнуться для какой-то части населения это не считается особо каким-то преступлением, это вроде как бытовые отношения. Поэтому демонстрация открытая и максимальное, что называется, распространение средств массовой информации в социальных сетях, оно очень важно и, на мой взгляд, очень необходимо. Потому что без такого рода шока, без такого рода появления такой информации проблема может долгое время находиться в таком латентном, скрытом состоянии. когда общество переходит на открытое противостояние, когда есть поляризационные такие слои кто-то против, кто-то за, проблема начинает всплывать, она начинает приобретать такой общественно значимый резонанс, и люди начинают понимать, что нет, с бытового уровня эта проблема переходит на уровень общественный, что эту проблему нужно рассматривать и с такого рода вопросами нужно разбираться не просто на уровне кухонных разговоров, а что необходим законопроект, что необходимо такого рода вещи регулировать в законодательном порядке. Да, Нуркина, скажите, вот мы с коллегами много уже рассуждаем о том, как эта история может повлиять, да, опять же, и с вами в том числе затронули, но есть подозрение, что точечно она работать, как будто бы не сильно будет и условно люди, которые там и до этого придерживались мнения о том, что женщина иногда получает за дело и нормальные там и длинные языки мы слышим из парламента такие возгласы раздаются, что вот эти люди с такими установками они при этих установках и останутся. И даже больше может быть утвердятся вот как бы налицо вот эта вот компания по дискредитации покойной ну вот налицо она же выпивала, она себя вот так вела и как будто бы люди после просмотра вот этих трансляций и вникая так глубоко в суть процесса они еще больше утвердятся вот в своих таких убеждениях. сам человек любой человек сам по себе достаточно консервативен если вы атеист заставить вас проверить Бога достаточно сложно должно произойти что-то экстремальное да если вы верите в определенный ход истории то переубедить вас будет достаточно сложно нужно достаточно вот такое продолжительное время множество различных аргументов и так далее. Что касается государственных чиновников что касается депутатов которые высказываются против которые говорят женщина должна прикусить язык и так далее на мой взгляд они сами себе стреляют в ногу потому что во-первых большая часть избирательного электората это женщины и они также обладают определенным влиянием в обществе и на мой взгляд игнорировать это и говорить что такой проблемы якобы не существует это быть подобно страусу закрывать глаза там зарывать голову в песок и по сути такого рода высказывания что со стороны певцов что со стороны общественных деятелей что со стороны депутатов или государственных чиновников это ставить крест на своей будущей карьере как человека который не способен видеть будущее и не способен разбираться что в социальной составляющей что в экономической что в правовой природе Нуркен еще буквально пару вопросов быстрых вот некоторые пользователи в соцсетях пишут что прямые трансляции суда над Бешимбаевым вообще дискредитируют Казахстан плохо работают на имидж нашей страны вообще ссоры из избы не нужно было выносить вот вы по этому поводу что думаете ну давайте признаемся что проблема бытового насилия это не уникальная проблема для Казахстана или для стран СНГ Всемирная организация здравоохранения провела исследование в 10 странах мира просив там 24 тысячи женщин и в том числе и развитые страны мира во всем мире если взять женщин за 100% 30% подвергается бытовому насилию то есть каждая третья поэтому говорить о том что мы как-то позоримся на весь мир это глупо опять же из исследования этого же ВОЗ из этого исследования ВОЗ 40% убийств это убийства их интимными партнерами и опять же это не уникальная проблема страны СНГЛ исключительно Казахстана это проблема присущая всему миру поэтому говорить о том что мы выносим церковь избы нет мы всего лишь демонстрируем что совместно с мировым сообществом мы боремся с этой проблемой что мы также решаем проблему бытового насилия если говорить о том что давайте закроем давайте не будем показывать мы как раз таки навредим своему имиджу как правовому государству как государству который стремится открыто и честно бороться с этой проблемой и как раз таки дадим повод для в том числе и для западных организаций и для правозащитных организаций международных повод усомниться в нашей объективности и честности поэтому закрывать такого рода процессы ни в коем случае нельзя потому что как раз таки закрытие делает нас скажем так мягко говоря отстающими в правовом самосознании демонстрирует нашу какую-то определенную отсталость и стремление вот как раз таки не показывать вот эти проблемы и показывать что мы стремимся всеми правдами неправдами быть не быть точнее оказаться правовым государством нежели чем чем мы являемся на самом то деле и еще один вопрос вот мы показывали уже фрагменты вот видео из других стран где казахстанцы наши соотечественники выходят на митинги выходят на улицу в поддержку вот так называемого закона салтанат выходят в поддержку пострадавшей стороны вопрос вам а почему вот за границей казахстанцы выходят а в казахстане никто на улицу не выходит и таких акций нет потому что мы все следим за процессом онлайн или потому что у нас опасно на улицу выходить с какими-то акциями ну на мой взгляд это не вопрос опасности или там преследования на мой взгляд вопрос в правовой культуре и вообще в вопрос в общественной активности граждан республики казахстан выход на различного рода пикеты различного рода стояние на улицах с плакатами и так далее это определенный уровень самосознания это определенный уровень активности любого гражданина и если в западных странах это уже достаточно обыденное явление то для нашей страны для нашей культуры это еще скажем так в новинку поэтому на различного рода там акциях протеста мы не видим такого большого количества людей которые готовы были выходить и кто-либо там заявлять заявлять какую-то свою позицию еще один такой момент нужно понимать что еще раз исторический опыт это вот то как воспитывали мужчин определенная маскулинность не плачь не показывай свои эмоции стремись казаться мужчиной будь достаточно твердым жестким все это тоже накладывает определенные скажем так гендерные стереотипы в голове у мужчин и боязнь нарушить общественные табу вызвать о себе определенное восприятие то есть что там нюня что ли что ты там расплакался и так далее и тому подобное это тоже как бы налагает определенные ограничения плюс нужно еще также понимать что будем честными не все готовы отдавать там определенные гендерные преимущества достаточно посмотреть там составы советы директоров посмотреть руководство политическое руководство страны количество женщин в составе там кабинета правительства республики казахстан это тоже самое можно говорить о управлении финансовых институтов и так далее и тому подобное если можно я буквально краткую фразу скажу что есть известное высказывание Гаджи Тагиева это один из известных азербайджанских нефтяных магнатов начала 19 века он говорил о том что если дать образование мужчине мы получим образованную личность если мы даем образование женщине мы получаем образованную нацию и это высказывание оно подтверждается исследование МВФ и международной компании Макинзи которая утверждает что если мы республика Казахстан и вообще все развивающиеся страны сумеем преодолеть преодолеть определенный гендерный разрыв в экономических правах в политических и так далее то это вот просто экономический эффект страна получит плюс 25% к ВВП за год это достаточно серьезный такой стимул это вот демонстрация того прошу прощения конечно это больше о деньгах нежели чем о правах и правовой природе но это вот демонстрация того почему об бытовом насилии о гендерном равенстве о вопросах прав женщин нужно говорить говорить много постоянно из разных скажем так аспектов с разных сторон потому что от гендерного равноправия зависит не столько там правовая проблема да что бытовое насилие и так далее это в том числе и развитие нашего общества сила нашего общества и в том числе сила нации спасибо Нуркен напомним с нами был Нуркен Холкберген специалист по коммуникациям ректор университета Мираса Шимкенте спасибо большое как всегда очень структурно спасибо мы продолжаем обсуждать вот тот самый закон Салтана тут нужно напомнить что вот по данным общественного фонда Казахстанцы за три дня направили более пяти тысяч писем в парламент с требованием криминализировать наконец насилие помимо этого более 150 тысяч казахстанцев проявили свою гражданскую позицию онлайн подписали петицию за ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие казахстанский экономист Рахим Ашакбаев запустил эту петицию еще в 21 году но именно после гибели Салтана Тнукеновой в ноябре прошлого года казахстанцы стали активно ее поддерживать за субтитры за субтитры